Хочу добавить пару моментов, которые, возможно, были упущены в предыдущих видео. Во-первых, вот этот трюк, когда мы вызываем функцию, а она по какой-то причине вызывает еще раз саму себя, называется в программировании рекурсии. Рекурсии бывают разные, и конкретно вот этот вариант рекурсии, когда функция не просто вызывает саму себя, а возвращает как результат выполнения себя еще раз вызов самой себя. Такая рекурсия в программировании называется хвостовая рекурсия. И она интересна тем, что некоторые компиляторы некоторых языков программирования умеют такой случай оптимизировать. Давайте вспомним, если мы будем все время вызывать изнутри функции саму себя, то каждый раз, когда мы вызываем новую функцию, у нас в стеке появляется новый фрейм. И только когда успешно выполнится функция из одного фрейма, управление переходит к предыдущему фрейму. И мы идем обратно по стеку. Так вот, если мы будем слишком много вызывать эту функцию изнутри самого себя, то есть мы будем делать слишком много рекурсивных вызовов, у нас в стеке просто не останется места для новых фреймов, и у нас произойдет исключительная ситуация переполнения стека. Так вот, некоторые языки программирования умеют этот момент оптимизировать в случае с хвостовой рекурсией. Они понимают, что функция, которая порождает новый фрейм, вызывая саму себя рекурсивно, она больше ничего не делает с результатом этого вызова. Все, что она делает, она просто возвращает значение из этой функции. Тогда имеет смысл промежуточный фрейм стека выбросить и привязать возврат рекурсивного вызова к изначальному вызову этой функции. Язык C-Sharp этого делать не умеет, компилятор языка C-Sharp этого делать не умеет, но в семействе языков Microsoft.net есть язык F-Sharp, который более функциональный. Не в том смысле, что он более полный, а у него более функциональный стиль написания кода. Да, наверное, вам понятнее не стало. Но, в общем, он, компилятор языка F-Sharp это делать умеет, компилятор языка C-Sharp этого делать не умеет. Поэтому имейте это в виду, когда пишете рекурсивные вызовы, что хвостовая рекурсия в языке C-Sharp не оптимизируется.